В положении о службе ветеринарии говорится, что задачей их является предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, в том числе ликвидация очагов особо опасных и заразных болезней, проведение диагностических исследований и так далее. Эту сложную, но очень важную работу у нас в Хасавюртовском районе выполняет районное ветуправление, которое с недавних пор возглавляет умелый специалист Абдуллан Нуров. Вот уже на протяжении нескольких десятков лет ветуправление, являясь одним из крупных в республике, является также и лучшим в республике. Коллективом ветуправления проводится огромная работа по предупреждению диагностики и ликвидации болезней животных. Сегодня мы побывали в этом учреждении, встретились с руководителем и главными специалистами ветуправления. Говоря о работе, проведенной ветуправлением района за 6 месяцев текущего года, начальник эпизоотряда Зайнудин Имеев отметил. У нас в Хасавюртовском районе в прошлые годы был неблагополучен по букселезу. Ежегодно по причине букселезу сдавали на обоих более тысячи голов на обоих, на врагах скота. Подели люди. Каждый год по 20-30 человек. Через территорию Хасавюрского района проходят три трассы скотопрогона, которые перегоняют осенью и весной сотни тысяч голов крупного мелкого рогата скота. Руководственный район поставил задачу за короткий срок оздоровить район от букселеза. Благодаря проведенному комплексу мероприятий, направленному по оздоровлению скота, строгое соблюдение инструкции по борьбе букселезом, могли оздоровить район от этой болезни. В настоящее время районы числятся 46 тысяч голов крупного рогата скота и 63 тысяч голов мелкого рогата скота. При плане 30 тысяч голов исследований на букселезе, в настоящее время исследовали 35 тысяч голов. Кроме того, резко сократилось больных людей. В прошлом году заболел всего один человек, и тот приезжий из Чеченской республики. С целью сохранения благополучия скота мы ежегодно вакцинируем скот против букселеза штамма 82. На 1 июля уже вакцинировано более 28 тысяч голов. Это единственный метод сохранения поголовья в районе букселеза, поскольку имеются в районе два крупных скотов рынка, которые заводятся в скот районы не только районов республики, но и соседних районов республики. При этом у многих не имеется сопроводительных документов, и в соседней республике числится много неблагополучных пунктов по букселезу. Это единственный метод, как я сказал, сохранения поголовья вакцинации, своевременной вакцинации против букселеза штамма 82. В районе уже у нас проводится во всех населенных пунктах сходы, проводят лекции, беседы на сходах. Предупреждают владельцу о приобретении скота вовремя, чтобы сообщили ветеринарный участок, чтобы исследовали данный исход против букселеза и проводили карантинные мероприятия. Люди уже стали многих населенных грамотные, они вовремя сообщают об этом, и мы проверяем их, ставим их на карантине, проводим соответствующие мероприятия, предусмотренные согласно инструкции по борьбе инфекционным заболеваниям. В свою очередь главный ветеринарный врач ветуправления района Салим Айдиев отметил тесную работу ветспециалистов с населением на местах. Кроме того, ветеринарные специалисты района активно занимаются ветеринарно-просветительной работой. Так, например, мы проводим обследование объектов, подконтрольных ветеринарной службы объектов. Так, ребята выступают статьями в нашей газете «Вести». Потом ветеринарные вопросы на местах обсуждаются у главы сельского муниципального образования, руководителей хозяйств. Проводится объем работы, значит, у нас проверка подконтрольных объектов. Подконтрольных объектов. Это магазины, это кафе, это буфеты, школьные буфеты, это буфеты садиков, пищеблогов, больниц. Вот это мероприятие наши ребята держат на контроле. От ветеринарной службы забрали наши поднадзорные функции с образованием инспекции при комитете по ветеринарии экскурсии Дагестана. Набран штат работников. Они периодически по плану выезжают, проверяют объекты, привлекают к ответственности. А наши ребята, наши специалисты занимаются обследованием этих объектов. Обследованием этих объектов на предмет наличия недостатков. Выдаются ветеринарные регистрационные удостоверения на эти проверенные объекты. И в таком темпе в течение года мы работаем. При проведении обследований мы в пещере составляем акты обследований, составляем договор на ветеринарное обслуживание объекта. Конечно, это все проводится при наличии заявления владельца. По словам руководителя ветуправления Абдуллы Нурова, ветуправление работает по плану, отпущенному от Комитета по ветеринарии Республики Дагестан и согласованным с главой муниципального образования Хацавертовский район, Жамбулатом Шапевичем Салау. Абдуллан Нуров также добавил, что ветспециалистами района вакцинировано более 56 тысяч КРС против сибирской язвы. И это делается два раза в год, вместо положенных один раз. А вот против Яшура вакцинация проводится один раз из-за стабильности по данному заболеванию. Как отметил Абдуллан Нуров против чумы, вакцинировано более 1 миллион голов птиц. 100-150 человек по республике болеют бруцеллезом. Вы знаете, наш район – это самый крупный район республики по численности населения. Ни один человек не заболел бруцеллезом. В прошлом году, как Зайдин Собой сказал, один молодой человек заболел. Он был приезжий из Чеченской республики, Шали, работал в бетонном заводе, неизвестно, он и там заразился, и здесь заразился. Ну а факт, что в этом полугодии, в первом полугодии мы закрыли итоги, ни один человек бруцеллезом не заболел. Вот это результат работы, деятельности наших ветработников, ну, в целом ветеринарной службы района. При плане 29 тысяч мы должны были происследовать, а мы происследовали уже 35 тысяч голов крупно-рогатого скота на бруцеллезом. И отрадно сказать, раньше по 15-20 голов положительные выявляли по голове. Бывало даже до 100 голов сомнительные тоже. А в этом году положительные ни одну голову не выявили, сомнительные выявили где-то голов 15. Их тоже мы забили. Место забоя, дезинфекции, все мероприятия тоже мы сделали. Абдул Ануров также добавил, что необходимыми ветпрепаратами управления снабжает Комитет ветеринарии Республики Дагестан во главе с руководителем Бахмурадом Курчаевым. Отметил и то, что глава района Джамула Чапиеви Салавова, а также курирующий замглавой администрации Мурад из Риев, постоянно интересуются эпид-обстановкой по Хасавюртовскому району.